Сегодня в Московском театре «Современник» новогодняя премьера. Актёры поздравят зрителей с наступающим. Именно так назвали новый спектакль. Главные роли исполняют Сергей Гармаш и Леонид Ермольник. Причём играют они практически себя, старых друзей. По сценарию они встретились через много лет в канун праздника, который отметят вместе на лестничной площадке. Будут грустить и смеяться, размышляя о жизни и вспоминая о прошлом. Алексей Ивлеев побывал на генеральной репетиции перед премьерой. Мы тебя так долго ждали! Что ты, дедушка, принёс? Я принёс, что донёс! Сыринку нас только по мосткам! Что же ты, дедушка? Я принёс, поросишь в тунду! Ага! Может, где-то съел ты в лужку? Саяц, помолчи! А ты, старый, не рычи! А ты, расходи, ради опоза, кому пьючать! Эй, евреи доброй воли! Саяц, и в трага в чистом поле! Этот спектакль точно станет одним из главных театральных событий уходящего года. Дело не в том, что это новая постановка на сцене «Современника», и не в том, что после долгих лет отсутствия на театральной сцене на неё вернулся Леонид Ермольник, и оказалось, что он в великолепной форме. А когда надоест, возвращайся назад! Дело в том, что два замечательных актёра играют самих в себя. Идея этой постановки, по словам Сергея Гармаша, родилась за рёмкой водки в ресторане. Тогда актёры не предполагали, что эта идея реализуется, и во что она в итоге выльется. Нужно уже бы давно написать пьесу про русского еврея, про нас с Ермольником, чтобы мы играли с Ермольником, играли двух придурочных каких-то боксёров, которые ночью в таком возрасте занимаются боксом. Эта безумная идея дошла до режиссёра-постановщика Родиона Овчинникова, и через две недели сценарий был готов. Когда о существовании подобного проекта узнала руководитель Театра Современник Галина Волчек, площадка для постановки была найдена. Сами создатели этого спектакля не могут сказать, в каком же он жанре. Здесь будут всё, и потасовки, и песни, и юмор. И, конечно же, здесь будет Дед Мороз с вот этой вот новогодней ёлочкой. А зрители испытают всю гамму чувств, от слёз до смеха. Ностальгия по прошлым временам, по старой театральной школе, неприятие многого из того, что происходит сейчас и на сцене, и на телевидении, наболело, признаются и актёры, и режиссёр-постановщик. Потому и играли так ярко. Вы же всю жизнь в шоу превратили. Танцы со звёздами, песни со звёздами, гайки со звёздами, драки со звёздами, скоро уже хирургические операции будут делать со звёздами. Брат Башанов, Ксения Собчак, вырезают в медицин, ой, б***ь, не получилось. Всем больше, чем 9. Посвящено тому, что так вот смело зачёркнуто было, да, в том числе и мои собственные родители, которые прожили и строили всё это. Да, потом объявили всё это ошибкой, колоссальное количество трагедий. Сейчас очень модно так взять и отказываться. Вот коммунизм не наш, а я считаю, что всё, что происходило в моей стране, это всё меня касается. Если меня не касается, то я не живу в бессмертии, то я такая бабочка-однодневка. А ещё Леонид Исакович Ермолик играет практически самого себя, преуспевающего в жизни телевизионного ведущего и продюсера, еврея Цандера, для которого слона достать – дело двух минут. Леонид признаётся, что привоз огромного животного на сцену «Современника» не понадобился, но для записи коротких музыкальных вставок он за пару минут договорился с друзьями Денисом Мацуевым, Игорем Бутманом и Юрием Башметом. Не думал, что я их за два дня соберу, просто я вот сегодня вечером позвонил, на следующий день я писал в ДЗЗ Мацуева и Бутмана, а на следующий день в Малом театре писали Башмет. Во-первых, их собрать никогда невозможно. Мацуев, например, прилетел специально из Лондона. Серьёзно, он был лёд. Если надо, то надо. И всё же сегодняшняя премьера комедии с трагическими элементами предновогодняя, и потому, несмотря на все коллизии, закончится всё боем курантов и тостами за праздничным столом. Алексей Ивлев, Антон Передельский, Алексей Кабаков, телекомпания НТВ, Театр Современник, Москва.